Продолжение следует... В принципе, у нас такие немного созвучные доклады, да, важность изучения и комплексного подхода пациентам с раком желудка и колоректальным раком. Ну, этот слайд больше для медицинских специалистов, да, что такое в целом стома, какие виды стома бывают, место наложения стом. То есть это такой достаточно тоже психотравмирующий эффект имеет на момент для вот пациентов с колоректальным раком. Немного статистики, да, в структуре заболеваемости, вот, гендерного распределения и в целом, да, по нозоологиям в структуре умерших и пятилетней выживаемости. Как мы видим, то есть определенные уже показатели, на которые положительные динамики, которые, опять-таки, дают нам возможность обращать внимание на эту тему. Ну, и в рамках комплексного подхода с изучением и картограммы, да, распределения, вот, злокачественных образований желудка, поджелудочной, оболочной кишки, пищевода, прямой кишки. То есть это те данные, которые помогают нам в работе, на что и где, в каких регионах можно акцентировать работу. Ну, и здесь на данном слайде представлены индикаторы оценки эффективности. И я хотела обратить внимание на вот, в чем, да, ожидаемые и полученные результаты, то есть внедрение инкулированной модели оказания онкологической помощи, да, удельный вес больных, живущих 5 лет и более с колоректальным раком, вы видите, да, в динамике постепенно повышается. То есть ориентация на качественные показатели в оказании медицинской помощи трудно переоценить. И вот необходимость разработки программы комплексной реабилитации стомированных инвалидов и, собственно, внедрение ее в систему медико-социальной помощи данной категории больных. И актуальность такого подхода объясняется высоким уровнем инвалидизации стомированных больных, что влечет за собой развитие сложных медико-социальных, психологических проблем для пациентов и их семей, да, как уже тоже озвучилось. То есть это существенные экономические потери для общества и увеличение расхода на социальные выплаты. Низкий уровень социальной реинтеграции, да, стомированных людей впереди, обусловленных отсутствием комплексного подхода к решению проблем данной категории инвалидов. И изучая также нашу статистику, да, сейчас у нас в стране, это опять-таки данные, которые нам помогли собрать пармкомпании, сейчас у нас 5147 стомированных пациентов, то есть это 95% стомированных больных перенесли тяжелую операцию онкологического характера. На сегодняшний день, к сожалению, нет электронного регистра стомированных пациентов после оперативного вмешательства, они стоят на учете у онколога и хирурга. И также следует принимать во внимание вот в возрастной момент, да, трудоспособные пациенты, среди них лишь немного больше, чем пенсионеров. И несмотря на наличие потребностей в психологическом и социальном сопровождении, я бы про это уже говорили, реабилитационные медицинские программы у нас, к стране, к сожалению, недостаточно разработаны. Но, тем не менее, вопрос остается очень важным, так как для реабилитации людей со стомой необходимо использовать, как я озвучивала, комплексный подход, подразумевающий работу пациентов с медицинскими работниками и психолого-социальной службы, что способствует эффективной реабилитации и улучшению качества жизни стомированных пациентов. Эмоциональное состояние пациентов, да, после стомирования. Что у нас происходит? Первая фаза, да, как тоже Екатерина Бахромна говорила, да, она длится от нескольких дней до нескольких недель после операции, такое шоковое состояние проживания этой фазы зависит от ожидаемости или внезапности операции, да, когда планировалась операция, но без выведения стомы, да, и когда пациент вот уже узнаёт в послеоперационном периоде. Повышение активности. Человек начинает искать пути выхода, принимает минимальное решение. В этот период он многое делает автоматически, да, этому периоду способствует замораживанию чувств, не происходит переживание, горе, да, исключается в психологической защите. Вот это обманчивое спокойствие может длиться от нескольких недель. Переживание. Идёт какой-то момент осознания, появляется злость, выревание, проявление депрессии. Пациенты чувствуют себя особенным, отличающимся от людьми, без томы, да, то есть разрушение физической целостности организма. Верят, что глубину их переживаний невозможно понять, замыкаются в себе. Вопрос осложняется тем, что затрагивает ежедневные гигиенические ритуалы, и эстонированные люди не могут откровенно поделиться своими переживаниями с окружающими. Акцент на повышение качества жизни. Здесь важно, что жизнь уже приобретает иной смысл, человек раскрывает свои возможности, находит в себе применение в жизни, обретает надежду, жизнь становится более наполненной. Многие пациенты на этой стадии уже способны осознавать, переходя на этап принятия диагноза и своего физического состояния. То есть не каждый проходит пациента в сети фазы. Длительность и глубина этих фаз зависит от некоторых факторов. То есть это природа травмы, избегаемость, ожидаемость и глубина физических страданий. Пациентное состояние пациента после стонирования существует в несколько этапов, и очень важно иметь какой-то определенный алгоритм сопровождения на каждом этапе. То есть присутствие рядом, кто находится рядом, ухаживающие. Нельзя пациенту просто лежать и смотреть. То есть мы смотрим, есть достаточно много измерительных шкал психоэмоционального состояния, на которое мы обращаем внимание. То есть важна вот этот уровень социально-психологической адаптации, которая поможет пациенту в такой непростой жизненной ситуации. Запросы актуальны для стадированных пациентов. И вот согласно проведенным исследованиям, чаще всего тревогу стадированных пациентов вызывают вопросы, связанные с наличием или работой калоприемника, его переполненность, запах, видимость для окружающих. И в многих пациентах беспокоят звуки, которые издает стома, то есть такой дискомфорт. Иногда пациенты беспокоятся о том, что представляют неудобства семье, боятся знакомиться с людьми, а также измигают физического контакта. Такие же запросы существуют. Большинство стомированных больных в определенных ситуациях испытывают эмоциональное напряжение, озабоченность, спокойствие, страх, чувство безысходности и обиды. Также другие, да, все травмирующие переживания, связанные, опять-таки, с некомфортностью состояния во время сна, сексуальности и отношениями при посещении общественных мест, ненегога за здоровье в целом, неумелым использованием средств индивидуального ухода за стомой. И можно выделить два основных направления психологического сопровождения стомированных пациентов. То есть в первой группе относится недостаточно информированность пациента, да, то есть о причинах стомирующей операции, об объеме перенесенного оперативного вмешательства, об изменении по работе организма в результате оперативного вмешательства, о возможности компенсации нарушения функции организма, о способах получения специализирования медико-психологической и социальной помощи. К второй группе относятся опасения уже в связи с вынужденным изменением ролевого статуса в семье и необходимостью, возможно, смены работы или перехода на инвалидность. Ну и в рамках сопровождения наших стомированных пациентов разрабатываются определенные программы, которые включают в себя три последовательных этапа. Информационные, психодиагностические, этапы психокоррекционного вмешательства. Что включает в себя информационный этап? То есть этот информационный вакуум. В первую очередь тоже страх смерти, почему это, что со мной случилось. И здесь очень важно проводить совместно с врачом, при возможности, конечно, бесед с пациентом, с родственником. То есть первоначально нам нужно восстановить контакт, восстановление эмоционально стабильных, доверительных отношений между психологом и пациентом. Снижение эффективного напряжения, создание атмосферы конструктивного взаимодействия. То есть основная наша задача – это выяснить отношение пациента к заболеванию. Именно эти знания ложатся в основу разрабатываемой и внедряемой программой психотерапии и реабилитации. Также на этом этапе происходит осуществление адекватного информирования пациента о болезни. То есть мы делаем такой важный момент. И сегодня, слушая нашу секцию, очень много вопросов узнала касательно информации о важности диеты, о подборе специального натуритивного питания, которые, как я видела по исследованиям зарубежных, помогают улучшить качество жизни на 20%. То есть более чем 98 стомированных пациентов, не получивших достаточной информации, после операционного периода отмечали появление депрессии, разной степени выраженности. От стойкого неприятия собственного тела, что является основой мотивации суицида, до легких расстройств сна, плабильности, настроения, снижения аппетита. Это тоже можно убедить, если мы будем применять, например, дистресс-термометр. Практикующие врачи, осуществляющие ведение таких больных, здесь можно дать какие-то рекомендации, что пациент знает и понимает следующее. Диагноз проведённую операцию, то есть это то, про что можно поговорить с пациентом. Уход застом, кожа вокруг, дренаж, смена колоприёмника, решение неожиданных проблем, если протекает некачественный кишечный мешок стома, изменение в диете, изменение в одежде, ограничение физической активности, подбор соответствующих средств ухода застомой. То есть, в принципе, это можно тоже... У нас в некоторых регионах активно разрабатываются большие программы школы пациентов, которые, собственно, ведут такие беседы и в рамках тренингов сопровождения пациента и его семьи. Психодиагностический этап. Исследуются психологические особенности стомированных больных, определяется фактор, неблагоприятно влияющий на социально-психологическую адаптацию, выделяется наше мишеньем психологической коррекции, осуществляется планирование разработки алгоритмов психокоррекционных мероприятий и формирование позитивной мотивации на принятие психологической коррекции. И в ходе нашего диагностического исследования в процессе клинической беседы происходит осознание ранее невоспринимаемых или подавляемых, опять-таки, говоря про психологические защиты, внутриличностных конфликтов и проблем межличностных отношений. И на этапе ранней дистабилизации особое внимание необходимо обращать на процесс адаптации новых условий в стационаре. То есть это рациональное, да, как будто палатное размещение, создание многожелательной обстановки, вытеление, предупреждение возможных каких-то эрго-гений, да, то есть эргономические моменты отключения больного в группу поддержки. Ну и техники и методы, которые мы используем, методы исследования самооценки по демо-румэнштейн, интегративные, различные тексты, тесты и методики, ну и, безусловно, опросы качества жизни. И как Екатерина Баховна говорила, да, мы здесь в нашей работе решили использовать именно специфические опросы, да, стома quality of life, и в рамках интервью с нашими больными на что мы обращали внимание. То есть мы как бы озабралили четыре основные сферы жизни, это сон, интимная жизнь, отношения с семьей, близкими друзьями, родственниками. То есть оценивая качество жизни пациентов с колостомами, да, которые были сформированы в экстренном порядке различными способами, на что мы обратили внимание, да, то есть психоэмоциональное состояние наших пациентов. И, как вы видите, да, по показателям достаточно высокие. И тут всегда или иногда, да, у меня необходим дневной сон, из-за стомы я себя чувствую сексуально непривлекательным, стесняясь своего тела. Если касаться самой стомы, самого колоприемника, да, то мы видим тоже достаточно высокие показатели в рамках всегда, да, то есть повышение тревоги, что что-то случится с колоприемником, что необходимо всегда знать, где находится ближайший санузел, что колоприемник может издавать определенные звуки, шуршит, ограничивает выбор, и, в принципе, что трудно скрыть, что у человека есть стома. Ну и касательно взаимодействия с родственниками и детскими, мы опять-таки видим, да, что стома мешает общаться с людьми. То есть это тоже такое вот как бы социальное ограничение происходит, да, по погрушению себя, иногда даже интравиментивные какие-то моменты, которые мешают реабилитационному потенциалу наших пациентов. И здесь уже более подробно мы как бы оранжировали, да, что происходит с пациентами. И когда мы раздавали, собственно, эти опросники, наблюдая просто даже за невербальными моментами наших пациентов, они говорили, что очень трудно это озвучивать, и что есть возможность вот в рамках этого опросника озвучить текущее переживание, которое связано вот с колостомами. Ну, это уже общее количество и процентное соотношение, да, и, как вы видите, очень много всегда и иногда то есть человек просто находится постоянно в таком напряжённом, приложенном состоянии. Психокоррекция. В своей реабилитационной программе, да, мы используем методы экзистенциальной, когнитивной психотерапии, техники изменения убеждения, повышения адаптационных возможностей. Этапы психокоррекции включают в себя в такие места. Указание, Екатерина Ромазановна, у вас время захода к тяжелению закончилось. Если можно, по-прочему. Да, я уже осталась у меня два слайда. Для тебя. Те варианты, да, которые мы озвучиваем, ну и, как вы видите, по фотосюжетам, да, работа проводится как в индивидуальной, так и в групповой коррекции. Психокоррекция, адаптация, нормализация эмоционального состояния, коррекция дезадаптивных нежуисточных отношений, семейных взаимоотношений, социальной реадаптации. И немаловажный момент, то, что мы обязательно сотрудничаем с нашими социальными работниками, которые в рамках медицинского и юридического ликвеза рассказывают нашим, и помогают нашим пациентам в рамках социального статуса, инвалидности, индивидуальной программы реабилитации, что тоже влияет на качество жизни наших пациентов. Отзывы наших пациентов и также в такие наши непростые пандемические времена у нас есть онлайн, где пациенты, это специалисты, у нас внедрены во все онкологические диспансеры, которые прошли специальное обучение, и можно также в рамках онлайн-консультации обратиться к ним за помощью. Благодарю.